Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает депутат Гордумы 5-го созыва предпринимателя Алексей Кузьмин. Алексей, добрый день. Добрый день. И на этой неделе мы не перестаём говорить в наших программах и интервью, говорить о причинах и последствиях трагедии в Кемерове. И вот на прошлой неделе служба МЧС по Кировской области отчиталась о проверках, проведённых в торговых центрах. И вот оказалось, что у нас в Кирове имеется торговый центр «Рекордсмен по количеству нарушений» в Привозском федеральном округе среди других торговых центров в этом отношении. Многие, например, уже 6 лет, многие торговые центры, как говорят МЧСники, например, уже по 6 лет не перезаряжали огнетушители. Самые же распространённые нарушения в кировских торговых центрах, внимание, полное отсутствие систем пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре. Вот что ты чувствуешь и какие мысли у тебя возникают, когда ты такие отчёты слышишь? Безусловно, страшная трагедия была в Кемерове. Уже все средства массовой информации и о причинах этой трагедии рассказали, и о возможных ситуациях, которые там возникали. Поэтому, безусловно, ещё раз слова только соболезнования семьи погибших. Что касается той волны и той, я бы назвал даже, кампании по массовой проверке торговых центров по всей стране, здесь возникает один резонный вопрос. Ну вот, руководитель МЧС по Кировской области заявляет, что во многих торговых центрах огнетушители 6 лет не заправлялись. А у меня вопрос. А где были сотрудники МЧС, контролёры и проверяющие органы эти 6 лет? А вот с 2012 года, когда начались вот эти самые каникулы пресловутые, о которых все говорят по малому бизнесу, с тех времён и не проверяли? Вот на первом совещании, сразу после трагедии, Владимир Путин как раз с руководителем МЧС, министром, сказал такую фразу, что да, это налоговая каникula, а при чём здесь налоговая каникula, если речь идёт о безопасности? Вот то же самое можно сказать и здесь, где были эти контролёры в тот момент, когда торговые центры, бюджетные учреждения, школы, больницы, детские сады нарушали правила пожарной безопасности, имели существенные признаки уклонения от пожарной безопасности. И фактически ведь речь идёт о несоздании системы пожаротушения, дымоудаления, просроченных огнетушителях и так далее. Это ведь всё комплексные нарушения. И за этим должны следить контролёры, которые получают бюджетную заработную плату. И когда мы слышим с экранов телевизоров, что главная причина в Кемерове было разгильдяйство, недосмотренность, то мне кажется, что здесь можно говорить и о коррупционных составляющих. Потому что, во-первых, сам торговый центр, как мы знаем, Следственный комитет вообще признал самостроем. Вопрос, на основании чего уже несколько лет работал этот торговый центр, кто выдавал разрешение, кто подписывал бумаги, кто разрешил строить. Значит, это первое. А второе, мы говорим о том, что сотрудники ЧОПа, которые охраняли этот торговый центр, не имели должного образования и допусков к обслуживанию системы пожарной безопасности. А вот теперь возникает вопрос, а не возникает ли какой-то параллели, что руководителем и владельцем этого ЧОПа является сын экс-руководителя ФГУ-похрана, организации Росгвардии, которая сейчас влита в Росгвардию. И не поэтому ли этот ЧОП, не имея никаких допусков и вообще разрешительных документов, обслуживал крупнейшие торговые центры в Кемеровской области? Ты сейчас говоришь о коррупционных составляющих этого процесса. Давай мы перекинемся на Киров все-таки и результаты проверки МЧС, которые ненавидывались как раз три года из-за того, что у нас существует закон, по которому нельзя трогать три года малый бизнес, а пожарные ненавидывались с 2012 года. МЧСники заявили, что некоторые торговые центры проще закрыть, просто закрыться, так как нарушения, похоже, неисправимы. И таких торговых центров несколько, они не называют их названием, но от шести до восьми торговых центров может быть в этом списке. Вы знаете, проще всего переложить ответственность с одной головы на другую голову и проще всего заявить, что какой-то торговый центр либо бюджетное учреждение легче закрыть. Нет, подождите, Алексей. Алексей, давайте вот конкретно. МЧС по результатам проверки показывает, что не соответствует законодательству. Восемь, например, торговых центров. Им невозможно исправиться за такой короткий период времени, там два месяца, шесть месяцев. Им рекомендуют закрыться, может быть, там неустранимые недостатки, там построено уже неправильно, нет вытяжек, дому удаления и прочее. Причем тут с больной головы на здоровую. Вот есть такой торговый центр, и там неудалимые недостатки. Ну, они должны закрыться. Мы как раз сейчас об этом и говорим, о том, что необходимы полномочия либо контролерам, либо властям для того, чтобы закрыть торговый центр. Если этот торговый центр не отвечает всем требованиям пожарной безопасности, значит, он должен закрыться на период реконструкции, ремонта или оборудования пожарной системы пожаротушения дому удаления. То представители МЧС не называют наименования этих торговых центров, ведь они по-прежнему открыты, и туда ходят люди. Ну, вот это, если честно, очень странная позиция. Мне кажется, ничего сложного не составило бы труда сотрудникам МЧС назвать эти торговые центры, чтобы кировчане были убеждены в том, во-первых, отвечает ли кто-нибудь за их безопасность, когда они посещают торговые центры. Во-вторых, может быть, сделать выбор в пользу тех торговых центров, которые обеспечивают пожарную безопасность на должном уровне. Да, МЧС говорят, что мы пока не назовем черный список небезопасных для посетителей торговых центров. Там просят дождаться окончания проверок. И представители СМИ, в том числе и на нашем сайте, наши журналисты пишут, что до этого времени покупатели будут неосознанно подвергаться себе опасности, приходя в эти заведения. Абсолютно правильный вывод читателей и слушателей, что действительно люди подвергаются опасности, находясь вообще в публичных учреждениях и зданиях, если они не подготовлены к ЧАЭС и к пожарам. А вы в последнее время были в торговых центрах или каких-то развлекательных? Да, бывал в торговых центрах. Как себя чувствуете? Да, чувствую себя нормально. Вопрос заключается в том, что видно и уже даже наглядно видно и статистика сегодня, я читал материалы, что уже показывают, что снижается поток посетителей в торговые центры. Может быть, эта ситуация спадет на нет, но пока ситуация такова, что и сами торговые центры, и арендаторы теряют выручку. Но еще раз повторюсь, что деньги и выручка не должны соприкасаться с безопасностью и жизнями людей. Верите ли вы в то, что после вот этих массовых проверок, после такой жуткой трагедии, в Кирове сократится количество торговых центров? В ближайшем, позоримом будущем, в течение одного-двух месяцев. И какие-то из них закроются. Ну, если честно, не могу вот именно эту ситуацию порекомментировать. Закроются, не закроются. Бизнес сам вправе принимать решение закрывать ему свой объект по каким-либо причинам, либо нет. Либо контролеры и власть должны этому бизнесу указать на то, что делать с его торговым центром. Сколько я себя помню, торговые центры все время жалуются на то, что пассажиропоток. Падает. Это все туда, в Победилово. На то, что покупательская способность падает. То, что поток покупателей уменьшается. Арендаторы не могут платить арендную плату должную. Арендодатели должны бы повышать, поскольку повышаются коммунальные платежи. Но не могут. Все плохо. Вот сколько я себя знаю, столько все время и жалуются. Откуда взять сейчас при такой ситуации, как описывают владельцы торговых центров, длительной, затяжной, неуспешной ситуации в бизнесе, откуда они возьмут такие деньги, чтобы построить заново пожарную сигнализацию, пожаротушение, дымоотведение, вентиляцию и прочее? Вот мы сейчас с вами говорим о бизнесе, о деньгах небюджетных. Это бизнес должен выковыривать из своей выручки, из своей рентабельности вот эти дополнительные средства. Это первое. А второе, естественно, владелец торгового центра переложит всю степень ответственности, в том числе и финансовой, за создание новых систем на арендаторов. Это безусловно. Из своего кармана, мне кажется, ни один бизнесмен доставать ничего не будет. К сожалению. Вы тоже как-то были арендатором в одном из торговых центров. И я не знаю, проверяли ли вы тогда, есть ли там система пожаротушения и пожарной сигнализации и прочее. Однако вы сами рассказывали, что даже вроде не слишком высокие ставки по аренде в этом торговом центре тоже было сложно выдерживать. То есть постоянная смена арендаторов происходила. И так ведь везде. И так везде, и так во всем Кирове. И вот здесь как раз и возникает полка о двух концах. То есть если мы говорим о безопасности, то эта безопасность стоит денег. Эти деньги бизнесмен может достать либо из своего кармана, либо с арендаторов. Бизнесмен говорит денег нет. Все плохо с бизнесом. Арендаторы тоже говорят денег нет. Врут? Все врут? Почему все врут? Ну просто вот такая ситуация, экономическая ситуация. Я только не понимаю, как она, вот эта ситуация, разрешится. При том, что необходимо закрываться или вкладываться в дорогостоящие системы. Ведь их же еще нужно разработать, кроме того, что внедрить, если они вообще не были построены, как нас уверяет МЧС. В том числе, да. Проектно-смертная документация специализирована. А денег нет? Но мы не прогнозируем закрытие торговых центров. Я не вижу вот сейчас такой ситуации, при которой массово все торговые центры города Кирова закроются. Хотя нарушения есть абсолютно у всех торговых центров. Это значит, что временно опять закроют глаза МЧС и пожарные на те нарушения, которые выявлены, что ли? Ну очень хороший вопрос. Вы меня этим вопросом почему-то ставите в тупик. Потому что я что должен ответить в этой ситуации? Я не владелец торгового центра, не арендатор. Ну что-то, что-то, да, закроют. Они будут продолжать работать. Как это будет решаться? И моя позиция, и мое предложение следующее, что мы сейчас говорим исключительно о торговых центрах. А моя позиция, надо усилить меры пожарной и охранной безопасности в детских учреждениях, которые принадлежат городу. Подождите, это другая история. Мы говорим сейчас о бюджете. Нет, мы не говорим о бюджете. А вот здесь разговор складывается исключительно о коммерческих торговых центрах. Мы еще ни слова не говорили о бюджетных учреждениях. Это был второй мой вопрос. Мы разместили сегодня в блогах ваш пост по поводу детских садов. Но мы с вами сейчас говорили о торговых центрах. И вы действительно мне не ответили. Может быть, потому что просто нет прогноза. И представить глобальную ситуацию невозможно. Но я вам дам сейчас полминутки. У нас как раз перерыв. Может быть, сформулируйте. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занькосова. Особое мнение сегодня высказывает Алексей Кузьмин, экс-депутат городской думы и бизнесмен. Алексей даже в перерыве не дал мне ни прогноз, ни ответ на вопрос, что будет с торговыми центрами города Кирова, в которых, по заявлению МЧС, вообще даже не только не работает, но и не были запланированы системы пожаротушения и вообще обеспечения пожарной безопасности. Никак. Я все-таки не понимаю, что здесь будет. Потому что либо закроют глаза снова органы контролирующие, и торговые центры будут продолжать работать, либо они все-таки закроются, и все. И бизнес должен понять, что их в покое не оставят, не дадут им работать таким образом. То есть нет доверия ни тем, ни другим. Непонятно, как решится эта ситуация. Совершенно непонятно, как, вообще, кто из этой ситуации выйдет. А кто на себя должен брать ответственность, чтобы решать? Мне кажется, здесь власть должна быть гарантом безопасности на территории всей области. То есть, по сути, МЧС и пожарные, и прокуратура должны сказать, вы закрываетесь. Это власть. Вы закрываетесь. И безусловно. И все. И раз не исправлено, то закрываетесь. На основании того-то, того-то, аргументированно сказать, не просто вы закрываетесь, аргументированно назвать причины, по которым вы должны закрыться на период реконструкции. И бизнес должен принять это, и все. И работать. Ну, в таком случае хотелось бы... Единственное, мы сейчас говорим о некой компанищине. Хотелось бы, чтобы озвучили все-таки список, о каких торговых центрах идет речь. Ну, я думаю, МЧС в ближайшее время должны озвучить. Чтобы не допустить, наверное, ситуации, когда нашли нарушение, а центры работают. Окей. Да. Значит, переходим теперь к вашему посту, который вы опубликовали буквально сегодня. И вы говорите о том, что в свете последних трагических событий в Кемерове, властям и контролерам стоит не устраивать показательные проверки, но обратить внимание на бюджетные детские учреждения. И, насколько я понимаю, вы имеете в виду детские сады, дошкольные учреждения города Кирова. Предлагаете ввести видеонаблюдение во всех детских садах и мотивируете это предложение тем, что каждый родитель, получив доступ к моментальному просмотру, может контролировать поведение, активность, питание, состояние здоровья своих детей и предпринимать на этой основе определенные решения. В том числе, вот сейчас было активное обсуждение с нашими гостями дневного разворота вот здесь в коридоре с Владимиром Шабродиным, детским овудсменом, что и, не дай бог, если там сработала сигнализация пожарная, родители тоже смогут реагировать, как минимум набирать оперативные службы и контролировать процессы, приезжать на месте и прочее. Поясните, пожалуйста. Эта инициатива исходит из опыта установки подобных систем на выборах. На многих избирательных участках были установлены камеры видеонаблюдения. Они, во-первых, способствовали некой превентивной защите от фальсификаций на выборах. И, знаете, мне кажется, они сработали. То есть определенный процент манипуляций и фальсификаций они все-таки предотвратили. И это правильно. Это первое. А второе, о чем мы говорим, это, безусловно, создание дополнительной системы защиты, пожарной защиты, охранной защиты наших детей. Дети беспомощны, дети подвергаются ежедневному риску. Мы знаем, что в Кирове были прецеденты, и они зафиксированы, когда воспитатели открывают форточки, ставят детей на холодный пол только для того, чтобы было больше больных в группе и чтобы на них нагрузка снижалась. На воспитателей. А где зафиксированы эти случаи? Мне кажется, они есть зафиксированы, и они имеют место быть. И как раз вот этот видеоконтроль позволит в том числе и создать условия для эффективной работы воспитателей и сотрудников детских, именно дошкольных учреждений. Здесь мы говорим исключительно о детских садах, потому что в школе, мне кажется, такая система будет бесполезной и неэффективной. А вот именно в детских садах это да. Значит, здесь и антитеррористическая безопасность, и пожарная безопасность, все в комплексе, и все системно, и без всякой компанищины. И расходы на этот проект, на внедрение в систему видеоконтроля можно взять из бюджетов, управленческих бюджетов Департамента образования города Кирова, подведомственных ему учреждений, которые обслуживают образовательные учреждения города Кирова. Вы знаете, вот последнее уголовное дело по 9 миллионам, может быть, вы в курсе, что эти деньги были нецелевым образом направлены на зарплаты руководителям подведомственных учреждений, а не на питание детей. Это возмутительно, это вызывает лишь отторжение, и мне кажется, что в этих бюджетах, в бюджете образования, можно искать дополнительные средства, в том числе на безопасность. Поэтому вот такая инициатива, я призываю и городскую администрацию, и городскую думу рассмотреть эту инициативу поднять этот вопрос среди родителей, среди руководителей образования, и, может быть, эту инициативу уже начинать внедрять. Тем более, что есть крупный коммуникационный холдинг, который готов заняться этим проектом, он уже делает такое предложение, он называется «Умный детский сад», в том числе, безусловно, там есть система видеоконтроля, и я думаю, что многие готовы заняться этим проектом в качестве подрядчиков. Здесь я ни в коем случае не лоббирую, не продвигаю каких-то подрядчиков. Ну, однако озвучили. Я не назвал название этой коммуникационного холдинга. Это система так называется. Поэтому в этой ситуации предложение, мне кажется, рациональное. Я думаю, что многие родители его должны поддержать. То есть вы предлагаете поискать денег на систему безопасности, в частности, видеонаблюдение, в бюджете муниципальных или областных учреждений образовательных, потому что там якобы есть какие-то в административной части, а это значит зарплаты руководителей. Есть что оптимизировать. Руководителей, вот из зарплат руководителей взять деньги. Только руководители. Безусловно, не из зарплат воспитателей и нянечек. И так у них зарплаты настолько низкие, что очень тяжело бывает найти квалифицированного сотрудника в детском садике. Поэтому их зарплаты необходимо только повышать, ни в коем случае не забирать у них, а только у руководителей, и сокращать численности персональной и штатной единицы. Административный сотрудник? Безусловно. А федеральные программы какие-то по этому поводу есть? Я думаю, что я не в курсе. Именно по федеральному программу, по детским садам, но мне кажется, подобные программы в плане системы видеоконтроля, они есть не обязательно в детских садах, а, насколько я знаю, в школьных учреждениях. Просто мы помним историю, когда антитеррористические меры принимались, и нужно было устанавливать вот эти турникеты в школах, и тревожные кнопки. И школы очень жаловались на то, что денег нет даже на то, чтобы полы поменять, и окна, которые свистят. Школа пригородная особенно и в районах. А не то, что даже наскрести на эту тревожную кнопку или на какой-то турникет. Так что найти деньги на систему видеонаблюдения, вот я не знаю, сумеют ли власти. У меня позиция такая, что на содержание руководителей, руководителей городской администрации, на чиновников, а у нас их больше 470 человек, у нас почему-то деньги всегда находятся. На покупку новых автомобилей для чиновников деньги у нас находятся. На закупку новой мебели и ремонт чиновничных кабинетов у нас тоже деньги находятся. А взять 30 миллионов рублей из бюджета образования, который состоит из нескольких миллиардов рублей, в том числе и управленческие расходы, мы вот, к сожалению, почему-то не можем. Мне кажется, мы можем это найти, нужно искать. И именно депутаты городской думы должны обозначать эту проблему. Именно депутаты городской думы должны изыскивать из бюджета дополнительное финансирование или оптимизировать существующее финансирование. Ну вот, как сработают депутаты, мы посмотрим. Продолжаем особое мнение. Напоминаю, что сегодня в гостях экс-депутат городской думы города Кирова Алексей Кузьмин, предприниматель. И следующий вопрос, к которому хотелось бы перейти, вы тоже на эту тему писали на прошлой неделе. Всем нам стало известно, что региональным оператором по сбору и обработке и утилизации и захоронению мусора станет городское предприятие Куприд. Это решение было принято в конце марта. Вернее, не решение было принято, а конкурсные процедуры прошли. Объявленные в начале марта, да, вот они месяц шли. И стало ясно, что Куприд будет заниматься этими вопросами на всей территории Кировской области. Вы следили за этим конкурсом. Как, на ваш взгляд, он прошел? И понятен ли вот этот итог, который получился, что Куприд, а не САХ и не какой-то другой оператор, внешний, например? Действительно, это очень важный вопрос. Это создание целого комплекса вывоза, переработки, сортировки мусора. Это система, которая будет работать на территории всей Кировской области. То есть это не какой-то муниципальный контракт или подряд. Это общая региональная система. И вопрос в том, кто участвовал бы в этом проекте, мне кажется, он уместный, потому что есть и федеральные игроки, и крупные игроки, которые потихоньку захватывают регионы, которые монополизируют рынок переработки и сортировки мусора. В том числе мы знаем, что в Подмосковье есть целые холдинги, которые непосредственно только этим и занимаются. Но, как мы видим, в Киров не зашел федеральный игрок в Кирове. И даже не попытался. И даже не попытался. Действительно, хорошее замечание, что странно, что такой колоссальный рынок. А если мы увидим потенциальный тариф за вывоз мусора, это не более 156 рублей с человека для городского жителя и не более 130 рублей с сельского жителя. И если мы абсолютно примерно посчитаем возможную выручку в месяц вот этого всего комплекса, всего проекта, то мы получим цифру почти в 130 миллионов рублей в месяц. Я считаю, что это достаточно серьезная и высокая выручка. И очень странно, что федеральные игроки не заинтересовались такими цифрами. Ну вот победил Куприд, победило наше городское предприятие. Напомню, что почти 65% принадлежит городу Кирову. Это, я считаю, что, в принципе, нормальное, правильное решение. Почему? Потому что при создании такой огромной, колоссальной и емкой системы и схемы все-таки должен быть надежный подрядчик, надежный оператор, который будет, скажем так, под городским или областным колпаком. То есть похоже на то, как прошли конкурсные процедуры по дорогам в системе безопасной и качественной дороги. Вот как раз по дорогам я не разделяю этого оптимизма. Там тоже надежные городские... Как раз по дорогам я всегда выступаю за дробление городских дорожных тендеров и за то, чтобы как можно большее количество участников было на этом рынке, чтобы создавалась конкурентная среда. Но в мусорной теме, можно ее так назвать, у нас нет серьезной конкуренции. У нас есть, по сути, очень крупные игроки. Это тот же САХ, тот же Куприт, те же МУПы в районах. И никто не говорит о том, что эти предприятия, которые по районам раскиданы, этот же САХ, они не будут участвовать в этой схеме. Они будут субподрядчиками у Куприта. Куприт является оператором всей программы. А в субподряд он будет нанимать в том числе действующие, безусловно, предприятия. И вот была озвучена такая информация на профильном комитете в ЗАГСе, что необходимо будет закупить либо Куприту, либо его подрядчикам, закупить мусоровозов новых порядка на миллиард-миллиард двести рублей для того, чтобы вывозить даже из самых отдаленных уголков Кировской области скопившийся мусор, в том числе и ликвидировать незаконные свалки, несанкционированные свалки. Вот все это требует колоссальных инвестиций. Ну и в качестве оправдания этой системы могу сказать, что, во-первых, она создана на федеральном уровне, она работает уже во многих, она разыгрывается уже во многих регионах. У нас Кировская область один из последних регионов, кто включается в эту систему. И помимо этого, хочу сказать, что по последним данным, 58% населения Кировской области никак не охвачено действующими контрактами по вывозу ТБО. Что это означает? Это означает, что люди производят мусор ежедневно, в течение года это составляет несколько тонн, но ни копейки, ни рубля не платят за его вывоз или утилизацию. И так образуются стихиные свалки. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. Да, прерываем сейчас на полминуты. Мы не закончили с мусорной темой, как вы говорите, и все уже говорят, да, именно мусорная тема. Продолжим с Алексеем Кузьминым после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в студии Алексей Кузьмин, экс-депутат городской думы. И мы говорим о том, что конкурс на регионального оператора по вывозу и утилизации за хранение мусора выиграло муниципальное предприятие Куприд. И теперь Куприд по всей территории Кировской области будет этим заниматься. И ты одобряешь, что действительно, что выиграет Куприд, это хорошо, потому что подконтрольное предприятие, городские власти будут контролировать и так далее. Но, насколько я помню, из прошлых твоих выступлений, вот как хорошо проходит время в программе, и ты сбиваешься уже на привычные для тебя обращения. Вместо «вы» говоришь «ты». Ну, давай тогда уже, да, раз перешли на «ты» снова, как до эфира, так и будем продолжать. Сколько я помню, ты всегда критиковал муниципальные учреждения, МУПы, называл их неэффективными, тоже коррупционными и вообще вязкими такими структурами, от которых городу нужно избавляться. А здесь ты хвалишь победу Куприд в конкурсе, на который практически никто не заявлялся. Именно так я и говорил, именно так я и продолжаю говорить. И мы сейчас говорим не о деятельности постоянно этого предприятия, потому что есть информация, что это предприятие, после того, как выйдет на нормальную схему работы, полномасштабной работы в мусорной теме, когда это предприятие наберет лизинг, новое оборудование, построит новые полигоны ТКО, построит распределительные центры, в том числе и на бюджетное финансирование, в том числе и на финансирование, полученное в рамках тарифа, это предприятие попадет в программу приватизации. И приватизации очень выгодны для города. Я всегда говорил о том, что городские предприятия неэффективны, они управляются неэффективными менеджерами, они не приносят никакого, ни одной копейки дохода в бюджет города Кирова. Там сущие копейки по сравнению с инвестициями в эти городские предприятия. Я как раз об этом и говорю. А здесь речь идет о том, чтобы начать эту систему, начать эту схему с предприятия, которое находится под контролем. Если сейчас изначально запустить этот рынок, а этот рынок не освоенный, вы же знаете, что рынок по утилизации мусора, он какой-то спонтанный, он напоминает рынок с захоронениями тел умерших людей. Вот он рынок какой-то странный, необособленный. Серый, так скажем. Если не сказать хуже, потому что в Москве говорят, что до сих пор бандитские группировки контролируют некоторые свалки. Я вам об этом сейчас и пытаюсь сказать. В том числе и полигон Костина переполнен. Надо решать эти вопросы, решать эти проблемы. И кто, как ни городское предприятие, должно стать локомотивом и стартовой площадкой для этой системы. То есть вот они и стартанули с Купритом, накупили в лизинг оборудование, запустили тему, а дальше приватизировали за большие деньги. А дальше за очень большие деньги. Вошла в программу приватизации, например, на 19, 20, 21 годы. И было очень выгодно продано для пополнения городской кубышки. И это самое предприятие уже в частном статусе, в эффективном статусе начинает работать, начинает системно работать. А где гарантия того, что она будет действительно выгодно продана, а не заработать снова какая-нибудь коррупционная схемка, по которой предприятие просто уйдет в заинтересованные руки? Очень хочется верить в то, чтобы вот эти схемки коррупционные уже перестали работать в нашем городе. А эти схемки уже десятилетия у нас работают. Кто будет являться гарантом того, что не сработает такая схема? И предприятия в этих схемах постоянно включены. У нас вот сейчас следующий вопрос. Мы будем с вами говорить о тарифах, о городских предприятиях. Эти предприятия задействованы в целые схемы. Нет, Алексей, ответьте на мой вопрос, пожалуйста, напрямую. Кто будет являться гарантом того, что Куприд вместе со своим оборудованным лизингом, если он будет приватизироваться после того, как стал оператором региональным, не подвергнется как раз коррупционной схеме? Кто будет являться гарантом? Многие очень говорят, общественной наблюдательной комиссии. Кто-то, значит, будет ссылаться на нового главу администрации или мэра города, или губернатора, или прокуратуру. А вы считаете, как? Безусловно, собственник должен быть ответственным. Собственник — это администрация города Кирова, первое. Второе — это Кировская городская дума, где представлены депутаты, которые избирались людьми, населением. Вопрос в том, как они избирались, конечно. Депутаты будут гарантами? В том числе и депутаты. А они предыдущие созывы гарантами, значит, не были, как вы говорите, поскольку существовали коррупционные схемы, а тут они вдруг станут гарантами. Я искренне в это верю, я в душе оптимизм и надеюсь, что так оно и будет. И, может быть, следующий созыв городской думы будет работать эффективно. Не были гарантами, сейчас станут. Прежние гордумы не были гарантами, сейчас станут. Что-то откуда у вас такие... И третье звено — это правоохранительные органы. Если мы говорим о противодействии коррупции, то это только правоохранительные органы. Откуда у вас убеждения, что эта ситуация сильно отличается от ситуации, например, двух-трехлетней давности? Что такое случилось с гордумой, с администрацией, что вдруг все изменится и коррупция почит, и будет захоронена где-нибудь на полигоне-то было? На полигоне в Костино. Я в это верю, я в это убежден. Если будут коррупционные правонарушения, за этим должны следить контролирующие органы, собственник и городская дума. Что я могу сказать? Мы сейчас с вами говорим о будущей какой-то коррупции. Не про Шульгина не сказал, не про Ковалеву, не про Васильева, никакие фамилии не назвал. А зачем называть фамилии? Эти фамилии могут измениться. Просто вы говорите, как должно быть, но так не было никогда. Назовите хоть один пример. Мы должны быть оптимистами. Если не будем оптимистами, то зачем наши деятели здесь? Это значит, что ничто не гарантирует приватизацию Куприта от проведения коррупционной схемы. Потому что ничего не поменялось. У нас вообще ничто, ничего не может гарантировать, к сожалению, в нашей стране и в нашем городе. То есть вы рассказываете, как должно быть, но вы не уверены, что так будет. У нас асфальт имеет гарантийные сроки обязательства 4 года, но асфальт не держится и полгода. Так может не надо приватизировать Куприт? А то уйдет за копейки в чьи-нибудь... Тогда ведь надо об этом говорить. И говорить об этом публично, в том числе и городской администрации, и городской думе. Мы сейчас с вами можем... Мы еще делим шкуру неубитого медведя. Делим шкуру, да, неубитого медведя и говорим о какой-то будущей коррупционной составляющей. Но если мы так в будущем будем говорить, можно и вообще на выборы никогда не ходить. А как не говорить-то, если такое серьезное дело? И детей в садик не отводить. Надо же, как... Вы же для этого пишите свои посты, как раз предупреждая о том, чтобы не было таких коррупционных тем. В том числе. Только вы никого не призываете следить за этим. Ну да, вы говорите там прокуратура, администрация, всеобщие такие вот как бы фразы. У нас же принято, что конкретно кто-то должен ответить. У нас такое государство, что у нас есть исключительно ручное управление, и у нас только в ручном режиме можно управлять. К сожалению. А надо строить систему управления. Вот я призываю к построению системы управления, а не к каким-то фамилиям или к ручным режимам. Да, у нас остается буквально 4 минуты. И очень хочется, чтобы вы прокомментировали интервью, которое публиковали наши коллеги на портале «Бизнес-новости». Они взяли интервью руководителя РСТ Максима Михайлова. Это новый молодой руководитель по Кировской области. И он, в частности, высказался на предмет тарифов на общественный транспорт. Не как руководитель РСТ, а как просто житель Кирова, цитирую я по сайту БН. Могу сказать, или мы при действующих тарифах согласны на существующее качество услуг, или мы хотим, чтобы качество за короткий срок стало принципиально более высоким за счет обновления автопарка, замены коптящих пазов и старых троллейбусов на современный городской транспорт, установки терминалов, оплаты проезда и так далее. Так вот, если мы хотим сделать резкий шаг вперед в плане качества обслуживания, то, конечно, в этом случае рост тарифа, особенно при нашем не самом большом городском бюджете, один из главных источников инвестиций в это обновление. Дополнительное качество стоит дополнительных денег. Мое мнение по этому комментарию следующее, что рост тарифов – это не самый главный источник финансирования. Самый главный источник финансирования – это оптимизация действующих транспортных предприятий. Руководство этих транспортных предприятий необходимо немедленно поменять. Руководство АТП, сменить полностью совет директоров, так как это предприятие уже утратило доверие и у населения, и у пользователей этой услуги, и у администрации. Необходимо навести кадровый порядок среди управляющего звена других предприятий, в том числе связанных с транспортом и междугородным сообщением автобусным. Необходимо выстроить и изменить приоритетность между автобусным сообщением и троллейбусным сообщением. Как знаете, при слиянии КТП, Кировское троллейбусное управление и АТП, сейчас все преимущество отдается исключительно автобусникам. И троллейбусники забываются. И этот вид транспорта скоро может исчезнуть с наших дорог, хотя этот транспорт экологически эффективный и достаточно быстрый, и относительно удобный. Не обновляется троллейбусный парк, парк не ремонтируется. Водители сами ремонтируют свой троллейбус. Система оплаты труда водителей и кондукторов, она не такая, как у автобусников и так далее. И все мы говорим о том, что баланс в пользу автобусников сейчас превышает, чем у троллейбусников. Это второе. Третье. Значит, если мы говорим об сначала кадровой такой революции в транспортном секторе, не забываем и о том, что необходимы инвестиции в обновление автопарка. Эти инвестиции не обязательно должны закладываться в тарифе. Еще раз повторюсь, что здесь нужна оптимизация. Скажите мне, пожалуйста, зачем собственником управляющей компании Ленинского района является АТП, городское предприятие транспортное? Вот зачем на балансе и собственности транспортного предприятия управляющая компания? Это то же самое, что давайте ГДМС возьмет под шерстство отделения Почты России и будет собственником отделения Почты России. Это непрофильная деятельность. Необходимо избавиться от непрофильной деятельности, тем самым создав эффективную рабочую нормальную среду управленческую. Помимо этого, если мы говорим о росте тарифов, то я считаю, что, безусловно, рост тарифов должен быть обоснованным. И пользователи транспортной услуги должны видеть увеличивающийся ценник за билет. Пользователь одномоментно должен увидеть смену транспорта на новое транспортное, газомоторное топливо, на новые троллейбусы, новые автобусы, на создание эффективной маршрутной сети, о которой мы говорим бесконечно и которая почему-то каждый год не оптимизируется. О внедрении умных остановок. Это все пользователь должен видеть одномоментно. Потому что вы, когда приходите в магазин, вы даете свои деньги, а тариф и стоимость билета – это ваши деньги, вы покупаете услугу сразу или товар, вы сразу должны его увидеть. То же самое и здесь. Все, у нас время заканчивается. Верите ли вы в то, что я второй раз сегодня задаю вопрос, верите ли вы, мне кажется, к каждому вопросу можно было сказать, верите ли вы, что этим летом чадящих пазиков на наших улицах наконец-то не станет? Я очень хочу в это верить и очень хочу, что справедливость восторжествует и те люди, которые заработали колоссальные миллионы на переделанных и подделанных накладных торг 12, где было указано евро 5, а на самом деле было судовое печное топливо. И до сих пор в некоторых, видимо, заправках заправляют такое топливо, что те люди, которые заработали эти миллионы, понесут справедливое, суровое и правильное наказание. Алексей Кузьмин, депутат городской думы 5-го созыва. В программе «Особое мнение». У микрофона работала Светлана Занькова. Всем хорошего дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM